книга открытым оком том 1 тема вера вопрос 23 каково ваше отношение к воссоединению с православием восточных дохалкидонских церквей как вообще смотрит рпцз на восстановление единства восточного православия отвечает игнатий тихонович лапкин иоанна 17 глава так называемые первосвященческой молитва христа о единстве церкви это цель маяк но достичь его никому не удается и не удастся этому мешает своеволие самость гордость лично мое мнение спрашивайте оно таково а нужно ли оно это объединение с теми кто не признал решений вселенских соборов слово соборная в кавычках церковь нужно понимать не только как собранное со всех концов вселенной но и как подчиняющиеся решением вселенских и поместных соборов прошло полторы тысячи лет намного ли сблизились его обязанность нам это не поставлено и еремия 17 14 цитата исцели меня господи исцелен буду спаси меня и спасен буду ибо ты хвала моя спасая спаси душу твою игнатий бренчанинов не советует увлекаться такими глобальными проблемами останавливать немощной рукой поток нечестия он просто смоет нас снесет напором грязи и камней хулы дал бы бог сохранить то что он дал самом православии то что сегодня называется православием кроме догмата почти ничего не имеет евангельского а тьма выдумок заблуждений и суеверий рпцз нечем кичиться и хвалиться они за образец все эти годы держали дореволюционное православие как раз и сыгравшие самую роковую роль в гибели россии почитайте их журналы в кавычках православный путь и другие они как один к одному с тем чем кормит своих последователей московская патриархия есть такое выражение в кавычках церковной мурзилка живую мысль живое евангельское слово так редко встретишь как воскресшего на кладбище все силы уходят на канонизацию противоречия иконы нет живой евангельской проповеди нет движений воды и нет исцеления ни одного миссионера очевидно нет во всей юрисдикции как и в мп а те кто за таковых себя выдает как отец олег стеняев то это просто шарлатанство пузатое и бесстрашие лупоглазые скобках по репину